Библейский портал экзегет.ру представляет Елисея отправляет этого младшего пророка и Господь избирает Еху, военачальника тогдашнего царя израильского Юрама, для того, чтобы пресечь династию Ахавы, династию, которая знаменита своим язычеством. И Еху очень жестоко расправляется не только со своим господином, бывшим царем Юрамом, которого он убивает, но и с его матерью, царицей Изавель. А текст еще и еще раз подчеркивает, что все это было в исполнении давнего пророчества, там, где царица Изавель отобрала земельный участок у простого человека Навота, и его побили камнями, лишь бы этот участок ей достался там, псы сожрали и тело самой Изавель. Грубо, но очень зримо, да, то есть правитель не имеет права притеснять или тем более убивать простых людей, иначе его ждет та же самая судьба, пусть не сразу, пусть очень отложено. А десятая глава продолжает это повествование о том, как Еху утверждает свое правление в Северном Израильском царстве. Столица его, напомню, Самария, а эти события происходили в других местах. У Ахава, это тот самый знаменитый царь Ахав, который был, собственно говоря, образцом такого языческого поведения, у Ахава в Самарии, столице, было 70 сыновей. Ну, жен-то много бывало у царей, значит, и детей тоже порядочно. Еху написал и отправил в Самарию такие письма городской знать историчному управляющему Ахава. Как только дойдет до вас это письмо, а при вас сыновья вашего господина, при вас колесницы и кони, городские укрепления, оружие, выберите самого лучшего и достойного из сыновей вашего господина, посадите его на престол его отца и сражайтесь за дом вашего господина. Ну, то есть, начинаем гражданскую войну, да, вот кто у вас там будет главный, я иду на вас. Но они очень-очень устрашились. Двое царей не могли ему противостоять. Я напомню, что он в пылу убил и южного иудейского царя, хотя против него ничего не было сказано. Двое царей не могли ему противостоять. Как же устоим мы? Тогда тот, кто распоряжался во дворце, и тот, кто правил в городе со старейшинами и управляющими Ахава, ответили. Мы твои слуги, и все, что скажешь нам, исполним. Никого не поставим. Мы в царе, а ты поступай, как сочтешь верным. То есть, они признают власть Еху после этого ультиматума. Тот направил к ним второе письмо с такими словами. Если вы на моей стороне и мне повинуетесь, отрубите голову сыновьям своего господина и приходите с ними ко мне в Израиль завтра в это же время. Вот он очень конкретно понимает уничтожение династии Ахава. Царских сыновей было 70 человек, их воспитывали лучшие люди города. Когда пришло к ним это письмо, они схватили царских сыновей, зарезали всех 70-х, отрубленные головы сложили в корзины и отправили к Еху в Израиль. К нему явился гонец и сообщил, тебе принесли головы царских сыновей. Он ответил, сложите их в две груды у городских ворот, пусть лежат до утра. Вот я не знаю, мне с одной стороны, конечно, очень хочется сказать, какой Еху жестокий. С другой стороны, а были ли вот тогда примеры другого подхода к этим вещам? Уничтожение династии понималось буквально как физическое уничтожение всех, кто мог бы объявить себя в дальнейшем потомком и наследником Ахавы. По утру он вышел из дома, встал возле голов и объявился ему народу. Нет здесь вашей вины, это я составил заговор против своего господина и убил его. Но кто же перебил всех этих? Знаете, что не пропадет впустую ни одно слово Господне, что предрек Господь дома Ахавы, то и совершил Господь по слову, переданному через его слугу Илью. Еху перебил всех, кто остался от дома Ахавы в Израиле, и его знать, его приближенных, его священников, не пощадив ни единого человека. И вот этот вопрос, на кто же перебил всех этих? На него можно ответить тремя способами. Можно сказать, Еху ты и перебил, потому что ты же приказал. Понятно, что не все царь делает своими руками. А с другой стороны, Ех уже не имел каких-то рычагов давления, на самом деле. Он угрожал войной, но это знать Самарии перебило сыновей своего бывшего царя. То есть, они при перемене власти тут же повернулись к этой власти лицом, а к своему прежнему господину, к его потомкам пришли с оружием, чтобы их убить. То есть, без поддержки Самарийской знать этого бы ничего не случилось. Он не на войне их убил, он их убил, не владея их жизнью где-то в заточении их держа. А с третьей стороны, это исполнение пророчества. То есть, можно сказать, что господь убил, как и обещал, что это уничтожение. Вот как мы смотрим на историю. И эти ветхозаветные кровавости во многом объясняются в зависимости от того, как мы отвечаем на вопрос, кто их всех убил. Некий человек, который приказал, господь по пророчеству, или народ, который вот так вот захотел служить новой властью, что периодически бывает. Затем Еху отправился в Самарию. По дороге он проходил мимо Пастбища Бейта-Кеда и встретил там братьев Ахазии, царя Иудейского, которого он убил, я напомню, в прошлой главе. Он спросил их, кто вы? Они ответили, мы, братья Ахазии, идем справиться о благополучии сыновей царя и сыновей царицы-матери. Соответственно, они еще ничего не знают об этом перевороте и приходят в династию Ахавы почти. Он велел схватить их врасплохо. Их схватили и зарезали, побросав тела в водосборник Бейта-Кеда. Их было 42 человека, и никого не пощадил Еху. Терминатор, вот такой терминатор от имени Господа. И вот еще раз, еще раз говорю, все-таки он очень многое от себя добавляет. Еще дальше встретил он Еханадава, сына Рихава. Он поприветствовал его и спросил, предано ли мне твое сердце, как мое сердце предано тебе? Еханадав отвечал, да. Если да, дай руку. Тот протянул руку, и Еху поднял его к себе на колеснице со словами, иезжай со мной, и видишь мою ревность за Господа. И повезли его в той же колеснице, вот так он вербует себе сторонников, соответственно. Еху прибыл в Самарию и перебил всех, кто только оставался у Ахава в Самарии, пока не уничтожил всех по слову Господа, которое тот изрек Илья. Затем Еху собрал весь народ и сказал, мало служил Ахава Ваалу, Еху послужит ему больше. Поэтому соберите ко мне всех пророков Ваала, всех его служителей, жрецов, не забывая ни о ком, у меня будет великое жертвоприношение Ваалу, а кто из них не придет, тому не жить. И он хочет искоренить языческие культы. Опять-таки делал этот единственным известным ему способом всех убить. Так говорил Еху притворно, чтобы уничтожить почитателей Ваала. Он велел провозгласить священное празднование в честь Ваала, оно было объявлено. Еху рассослал гонцов по всему Израилю, явились все почитатели Ваала, не осталось никого, кто бы ни пришел. Все они собрались в храм Ваала, так что он заполнился от входа до выхода. Еху повелел тому, кто надзирал за одеждами, принести одеяния для всех служителей Ваала, они были им розданы, то есть еще и в праздничные торжественные одежды. Вот в этом есть все-таки какой-то элемент садизма. Одно дело их всех арестовать и перебить, а другое дело устроить великое жертвоприношение Ваала, которое заключается на самом деле в убийстве всех его пророков и священнослужителей. Тогда Еху и Ханадав, сын Рихава, отправились в храм Ваала и потребовали его служителей. Разузнайте, посмотрите, нет ли среди вас служителей Господа, здесь место только служителям Ваала. Ваал, естественно, главное языческое божество, и тут очень четко, как еще Илья когда-то, вот Ваал Бог или Господь Бог, и давайте этот вопрос решим и будем поклоняться одному. Так приступили они к жертвам и всесожжениям. А Еху поставил снаружи 80 воинов с таким наказом. Отдаю их вам, и если хоть один из них сбежит, кто его упустит, сам заплатит в жизни. Завершившиеся сожжения, вот они даже жертву приносят, то есть он дает этому культу совершиться, как тоже некоторая такая насмешка или такой тест, если Ваал божество, то сможет ли он защитить тех, кто преданно ему служит. Завершив сожжение, Еху приказал своей стражей и лучшим воинам «Войдите и перебейте всех, никому не давайте пощады». Они еще в особых одеждах, да, то есть их легко отличить. Стражи и воины перебили их мечом и выбросили трупы наружу, а потом пошли в ту часть города, где был храм Ваала. Они вынесли наружу идольские камни Ваала и побросали в огонь. Так они уничтожили главный камень Ваала и разрушили его святилище. Вместо него строили там отхожее место, оно остается по сей день. Так Еху расправился с Ваалом в Израиле. Ну вот, такие радикальные у него меры, по-другому не умели, видимо, тогда. Но Еху так и не покончил с грехами Яровама, сына Неватов, который тут вел Израиль. Собственно, первый царь-сепаратист, который, ну, не только для того, чтобы поклоняться языческим богам, но и для того, чтобы, прежде всего, упрощить свое политическое положение, стал создавать собственные святилища. Чего вам в Иерусалим ходить? У нас все свое, у нас отдельное государство. Не покончил с грехами Яровама, сына Неватов, которые тот вел Израиль, с золотыми тельцами, что в Байтеле и в Дании. Это север и юг его царства, то есть такие пограничные святилища, которые отмечают откуда и докуда его власть. «Господь сказал Еху, ты поступил правильно и сделал, что мне было угодно. Ты исполнил мой замысел о доме Ахава. За это потомки твои до четвертого колена будут сидеть на престоле Израильском». Вот Господь сам подтвердил то, что сделал Еху. В Ветхом Завете они видели это так. Вот, извините, мне кажется, что здесь гораздо больше человеческого, что Божья воля состояла в том, чтобы отказаться от языческого культа, но вот мы видим по множеству эпизодов, что Еху иначе не справлялся с этой ситуацией, а потом как бы задним числом заодно говорит о том, что Богу это все угодно. Но Еху не стремился поступать по закону Господа Бога Израилева от всего сердца и так и не покончил с грехами Иеравама, в которые тот вел Израиль. Еще раз повторяется это все. «Все дни начал Господь отрезать счастье от Израиля. Хазаэл, это царь Дамаска, арамейский царь Дамаска, наносил израильтянам поражение по всем их пределам к востоку от Иордана, захватив весь Гелат, земли Гады, Рувима, Моносея, Тароэра, что потом Карнон, и Гелат, и Башан, прочие о делах Еху, которые он совершил, о величии его записаны в летописном свитке царей израильских. Еху приложился к правоцам, но его похоронили в Самарии, вместо него высадился его сын Ехуахаз. Царство Нееху над Израилем в Самарии длилось 28 лет». Там, где начинается череда переворотов, их очень трудно остановить. 11 глава нам об этом еще расскажет.